Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Rudy Gadgets, меня зовут Данил, и сегодня я вам хотел бы предложить вот такой гайд по откату iPad 2. Этот способ также может подойти, скорее всего, для iPhone 4s, по откату на iOS 6.1.3 с iOS 9.3.5, поэтому начнем. Для начала вам понадобится сам планшет, само устройство, будем все делать на iPad 2, и компьютер на Windows, на котором будет стоить программа FreeU Tools. Вы наверняка знаете, что это за программа, если не знаете, то ссылочку на сайт FreeU Tools я скину в описании под видео, там вы выбираете версию этого приложения, скачиваете и наслаждаетесь классными вещами. Приступим к установке. После подключения нашего планшета к компьютеру, нас встречает окошко «Доверять». Мы набираем на планшете «Доверять», и вот у нас загорается главный экран. Тут у нас написано, что у нас нет jailbreak, а позиции найти iPhone и iCloud должны быть выключены. Нажимаем на кнопочку «Jailbreak» если она у вас горит синим. После этого пойдет процесс установки с помощью выбора той или иной программы. У нас это Phoenix, всегда будет Phoenix. Нажимаем «Установить» и ждем загрузку. Вводим данные Apple ID и ожидаем загрузки до конца. Дальше у нас появляется наш профиль, в котором мы доверяем Phoenix и устанавливаем его. Нажимаем «Доверять», все подтверждаем. И уже как-никак Phoenix установлен на наш планшет. Далее на рабочем столе нас встречает приложение Phoenix. Мы его открываем и начинаем установку CD. Jailbreak у нас уже установлен, но теперь нужна CD. Нажимаем «Все», как я показываю, и в скором времени у вас произойдет установка. Все, установка пошла. И просто ожидаем ее сейчас на рабочем столе. На рабочем столе появилась CD, мы ее открываем и самое главное ждем, пока все элементы CD прогрузятся. Это очень важно. Просто послушайте моего совета и делайте так, как я говорю. Это очень важно. CD просит нас обновиться, либо частично, либо полностью. Выбираем «Полное обновление», потому что, скорее всего, это будет очень важно для дальнейшей работы с планшетом. Ожидаем все эти муторные установки и после того, как дождались, нам необходимо установить аппликух под названием iFile. iFile не зря тут нарисован логотип Finder, по факту это тот же самый файловый менеджер, но только в планшете. Очень полезная программка, я вам скажу. Нажимаем «Принять» и ждем установочные процессы этой программы. После того, как вы дождались, iFile появится у нас на рабочем столе, и это уже практически macOS в полном объеме, так сказать. Но не отвлекаемся, идем дальше. Ожидаем загрузки нашего iFile и делаем следующие параметры. Дальше снова переносимся в компьютер, переходим в раздел «Файлы на Free Tools» и делаем импорт в папочку «Downloads» нескольких файлов, которые я оставлю в описании под видео. Сюда нужно перекачать 4 файла, и они уже у меня скачаны. Мы их просто копируем, нажимаем «Открыть» и ожидаем их установки внутрь планшета. Снова переносимся, на этот раз снова в планшет, и теперь мы открываем iFile и следуем по следующему пути. У нас всегда будет открыта домашняя страница, но нам нужно будет следовать по пути. Сначала открываем папочку «Var», после этого открываем папочку «Mobile», после этого, как вы открыли «Mobile», открываем папочку «Media», а в «Media» будет папочка «Загрузки», «Downloads». Открываем и вот эти 4 файла. Дальше поочередно их всех устанавливаем, и главное, чтобы итоговый код был 0 на установке. Устанавливаем все поочередно и обращаем внимание на каждые шаги. Как я сказал, главное – это 0. Какой классный расфокус, только сейчас при монтаже это заметил. Бог бы с ним. Все устанавливаем и переходим к следующему шагу. На последнем файле у меня будет ошибка 256. Не обращайте внимания, просто неправильно выставил дату и время, а перезаписывать было лень. Но после вашей установки у вас на планшете, переносимся туда снова, кстати, появится программка KDFO App, и теперь у нас появляются 4 позиции, 4 рычажка. Мы на них поочередно с некоторыми паузами нажимаем, а дальше будет чудо. Кнопочка загорелась зеленым, мы можем ее спокойно нажимать на наш страх и риск, ничего не произойдет. Мы нажимаем, и происходят какие-то внутри планшет странные процессы, которые приведут к чуду. Наш планшет не сломался, не бойтесь, он просто перешел в режим DFO, полного восстановления. И теперь нам не подойдет любая программа Free Tools, а только Free Tools версии 2.36. Устанавливаем с официального сайта, ссылка будет в описании, и даунгрейд произойдет у программы автоматически. Дальше, мы видим, что наш планшет действительно в режиме DFO, и мы нажимаем на слово прошивка, потому что мы же его хотим перепрошить, все верно. Нажимаем прошивка, а после этого переходим в раздел расширенная прошивка, а отсюда импорт прошивки, и выбираем тот файл, который я вам скину в описании. Это будет та самая заветная iOS 6. Дальше нажимаем слово прошивка, и все равно продолжить, потому что уж гулять так на все бабки. А дальше просто ожидаем установки iOS 6 на ваш планшет, и как вы видите, устройство уже с логотипом Apple в стиле скевоморфизма. Все, дорогие друзья, мы откатили наш планшет на iOS 6.1.3. Я не зря показал именно эту страницу с вводом Apple ID, потому что у вас возникнут проблемы, сразу говорю. Вы не сможете ввести ваш логин и пароль через двухфакторную аутентификацию, она не поддерживается, поэтому что делать в этой ситуации? Вы находите в описании под видео мой ролик, я его оставлю, там будет решение проблемы Apple ID, и вы все сделаете там так, как я говорю. Ролик у меня старый, пускай просмотров хоть немножко наберет, поэтому скачивайте, пользуйтесь, все, чтобы ваша жизнь малиной казалась. В эфире был Руди Гаджетс, подписывайтесь на мой канал, делитесь роликом с друзьями, если у вас такие же отбитые наглухо друзья, которые просто занимаются лютой техно-некрофилией. Меня зовут Данил, всем пока!